Но мы сейчас изучаем книгу «Пути праведников», качество, которое называют авторы этой книги самым ценным. Это качество запоминания, память. И он говорит, что 30 вещей надо всегда помнить, и если ты их помнишь, то эти 30 вещей, они как бы дают тебе возможность принимать правильные решения и двигаться по путям Всевышнего. Значит, мы дошли уже до 27-го. 27-я идея, которую надо помнить. Представь себе несчастного, говорит он, кто прогневил царя и был приговорен к смерти. Нам тяжело это представить, несчастного, который прогневил царя и был приговорен к смерти. Ну, например, возьмем самый близкий пример, мне сразу всплыл Пригожин, да? То есть он прогневал царя, да, в том полушарии, да, в том месте царь. Он его прогневал и был приговорен к смерти. Сели они, посовещались, говорят, все, убить его, да? То есть было же принято решение взорвать самолет, значит, кто-то же его принял. Но царь пощадил его, наказал не сильно и вернул к прежнему положению. Как же рад будет этот человек стерпеть небольшое наказание вместо смерти? Если бы всю эту историю в какой-то момент он говорит, да ладно, пожалеем его. Все, не надо взорваться самолет, не взрывайте. Вот просто ему покажите эту бомбу и скажите, что тебе вместо этого я его прощаю там и верну. Как этот человек был бы счастлив, если бы его вернули от смерти, но чуть-чуть наказали? Так он говорит на этой метафоре. Путь же тот, кто страдает в данный момент. Вот, например, кто-то страдает, у него там, я не знаю, у меня жена палец сломала, например, на ноге. Было такое, недавно совсем. Прям сломала палец. Путь же тот, кто страдает, подумает о том, что он приступил приказания Создателя и был приговорен к смерти, не дай Бог. Но Всевышний облегчил его участь тем, что вместо смерти, о которой он был приговорен, дал страдания или потерю имущества. И тем самым оказал добро и милость. Путь же с радостью и любовью принимает все от Всевышнего. И это означает, что он принимает суд и приговор Создателя. Мы учили книгу, которая называлась «Врата благодарности». И он объяснял такую вещь, что обычный человек, он неблагодарный вообще. Просто обычный человек, которому Всевышний дает каждый вздох, каждый орган работает. Он может пользоваться там светом, горячей водой, интернетом. Почему этого Сунака не выбирают сейчас, да? Его как бы он проигрывает на выборах. Англичане недовольны, типа плохо им англичанам. Ничего себе, вы недовольны англичане? Вы вообще совесть имеете? Англичане недовольны, что им плохо живется. Как вам плохо живется? Плохо в Украине сейчас живется. Плохо в Бангладеше живется. Плохо там во Вьетнаме где-то там плохо живется, да? А в Англии, а что вам плохо? Что вы недовольны? Сейчас вы еще потом переизбирают. Сейчас какие-то новые придут, которые им обещали, что вот мы вам исправим. Вот Сунак не мог исправить, а мы вам исправим. Это все идет от неблагодарности. И когда человек неблагодарный, во-первых, он сразу сам же страдает. То есть сама по себе неблагодарность, это и есть первое наказание неблагодарного человека. То есть у него есть все хорошо. Он смотрит на то, чего у него нет и страдает. Первое страдание он получает сразу за свою неблагодарность. Второе страдание приходит потом, потому что если он не видит благодарности, то есть он не видит добра, он, значит, как будто бы он восстает против того, кто управляет миром. Не Сунак управляет миром, не Байден, не Зеленский, не Нитанияо. Всевышний управляет миром. И когда люди неблагодарные Всевышнему, да, в своей жизни, Всевышний тогда говорит, а, значит, вы так ко мне относитесь, и начинает ухудшать условия существования. Человек говорит, да, я вот и думал, что плохо, но я не думал, что будет так плохо. Верните, пожалуйста, обратно, мне было хорошо, дайте мне обратно. Прям очень хочу, верните обратно. У тебя жаловался, мне там не хватало, в ЕС мне не хватало, в НАТО мне не хватало. А сейчас у меня не НАТО, не ЕС, но, значит, но и дома нет вообще. И живу где-то в другой стране. Не-не-не, верните обратно, я уже ладно уже, пускай не будет. Не НАТО, не ЕС, только верните мне мой дом, чтобы я нормально мог жить. Понимаете, в чем прикол? Что человек, когда он не, когда он недовольный, потом у него забирают даже то, что у него было, и он кричит, верните, мне было тогда хорошо. И вот, говорит нам Равшевам, Аруш, я напоминаю, да, его как бы схему. Он говорит, и в этот момент, для того, чтобы исправить ту неблагодарность, нужно в момент, когда тебе плохо, поблагодарить за это Всевышнего. Это выглядит как вообще парадоксальное действие. И именно вот этим парадоксальным действием ты искупаешь, как бы, исправляешь то, что ты был неблагодарный, когда было хорошо. Теперь ты благодарный, когда плохо. И этим самым ты исправляешь то, что был неблагодарный, когда было хорошо. То есть, понятно, да, как это действует? То есть, это такое сверхсредство, это как операция. Операция больная, человек, например, не занимался там здоровьем, ничем он не занимался, все, попал в больницу, операция лежит, там ему, например, жир откачивают, там все, он не может двигаться. То есть, понятное дело, он столько времени кайфовал, ел, что попало, спортом не занимался, никак себя не утруждал. Теперь у него накопилось, он теперь за короткую операцию, он исправляет как бы годы своего безделья и своего, ну, такого вот неправильного отношения к своему здоровью. То же самое здесь он нам советует, да? Он говорит, ты не думаешь, что у тебя все, что тебе давали, это тебе положено, это вообще тебе не положено. То есть, все, что ты получал с детства, то, что ты родился в 20-м, там, в 21-м веке, это тебе повезло просто, что ты не родился тысячи лет назад, и ты не живешь там где-то в канаве, без, вообще, без лекарств, без пенициллина, без электричества. Радуйся, что ты вообще в это время родился, начни с этого. И вот, когда человек, он понимает, что у него нет никакого вообще права что-то требовать от Всевышнего, а все, что он получает от Всевышнего, это подарок. В этот момент первая награда, он счастливый, потому что, как человек, который получает каждую секунду подарок, жизнь, дыхание, свет, вода, электричество. Что, электричество уже не ценность? Вот сейчас люди поняли, что даже простое электричество, это дикая ценность, это совершенно невероятная ценность, которую каждый день вот нужно, включаешь свет и говорить, спасибо Всевышнему, есть у меня свет. А у кого-то нет сейчас света, да? Благодарный человек, первое, что он получает, он получает моментальную радость, как неблагодарный получает моментальную неблагодарность, правильно? Теперь за неблагодарное сразу получает наказание, ему плохо. Также благодарный получает моментальную радость от благодарности. Если он Много раньше был недовольным Знаете, если эти люди, они все время недовольны Он так и не ходит прям Все время они недовольны Так ему теперь надо это исправить как Он же там 10 лет он был, 20, 30, 40 Недовольным Тогда, ну, исправлением является Вот это вот то, что я вам сказал То, что он здесь пишет С радостью и любовью принимает все от Всевышнего Даже если у него есть страдания Даже если есть потеря имущества Пускай радуется и говорит Спасибо Всевышнему И в этот момент, если он даже в таком Сложном моменте может благодарить Всевышнего Значит Всевышний ему Дает тогда чудеса для него делать Потому что такая реакция, это тоже в некотором плане чудо Опять же, кто изучает сейчас недельные главы Торы Вот эти две главы, в которых мы сейчас находимся Шлах Это было про разведчиков, которые были Неблагодарны, недовольны И они погибли Глава Корах Корах тоже был неблагодарный и недовольный Кораха называл один из равенов великих Он называл первый коммунист Первый коммунист в мире был Корах Он пришел к Маширабену и говорит А что это вы вознеслись? Мы все народ Мы, значит, все равны Поэтому давай я буду Корах главный Теперь не ты, Маширабену, главный То есть все, которые недовольны правителями Они сами хотят стать правителями А народ они используют просто как разменную монету То есть они народу приходят и говорят Пойдем, скажем, все равны Мол, выступим против власти Да, давай, давай, народ Все Народ выходит каждый раз Знаете такие Да, да, давай, хотим новую власть Заводит новая власть Все, народ свободный, значит Как коммунисты, когда кричали, что землю народу Землю крестьянам Побрите народу Потом пришли к власти Крестьян приковали к земле Просто сделали рабами земли Рабочих сделали рабами на заводах Запретили выезжать Забрали паспорта Все, всех арестовали Одна большая тюрьма И, значит, чтобы люди были довольны Взнитесь кострами синие ночи Мы пионеры, дети рабочих Поэтому я предлагаю Действительно продолжить дальше Идеология Торы Она соединяет человека с Богом И она Человек не может без веры Мы все верующие люди Просто в разное верим Говорит нам автор книги Если ты помнишь эти 30 вещей Которые мы изучаем А чтобы помнить Это же нужно постараться Значит, у тебя будет Постоянная связь со Всевышним 28-я вещь, которую надо помнить Помни Тут такой лайфхак Прямо вообще удивительный Я такого нигде не видел Вот это первый раз в этой книге Я это видел Он говорит Помни, что подарившись свой дом Кому-либо Не может предотвратить И все свое имущество Пусть все будет отдано Богу в дар А передав себя Всевышнему таким образом Он показывает Что уповает на него Полагается на него И готов принимать с любовью Все, что Всевышний присудит ему И даже если Он ничего не претерпит Ни телом, ни имуществом Ни жене не будет плохо Ни детям То есть ничего не будет Никаких изменений Он обретает награду За свое верное намерение За то, что готов Значит, так полагаться И так любит Всевышнего Вот, например Он говорит Всевышнему Какой-то человек Он говорит Всевышнему Значит, я тебе отдаю себя Свое имущество Свой бизнес Своих детей Все, все твое Все твое Значит, все твое Все, теперь ты ответственный Я не ответственный Все Ты ответственный Как будет Это твое же имущество А твое Значит, такой лайфхак То есть взять Бога Не просто партнеры А все ему отдать Положиться на него Это высшая форма любви Такая Он советует Двадцать девятое Он говорит такую вещь Сдлини на людей Ты увидишь Что есть такие Которые стоят тысячи других Но не телом это измеряется А разумом Мудростью и праведностью Это самое главное Разум, мудрость и праведность Поэтому Оберегай свою душу И исправляй ее Ибо все достоинства Происходят от нее Человек сильный, здоровый Безупречно, красивый Ничего не стоит Если он душевно больной Но если человек Даже некрасивый и слабый Но он выдающийся мудрости Он высоко поднимается К величию и уважению То есть разум Душевные качества Праведность Они важнее Чем внешняя красота И чем физическое совершенство Действительно Это очевидно Потому что Те люди Которые были зациклены На своей красоте Старости Они сами на себя В зеркало смотрят И говорят Все, ничего ты не стоишь Те люди Которые были зациклены На мудрости На заповедях На добрых делах На духовном развитии Чем они старше становятся Тем они более Духовные Высокоразвитые Близкие ко Всевышнему И Они поднимаются По ступеням развития До дня своей смерти Хорошо И Последнее Тридцатое Представь себе Что нет И человек Прибыл в чужую страну Там никого не знает И никто не знает его Есть правитель страны И правитель начинает О нем заботиться Дает ему награду Дает ему Пристанище И говорит Что Правитель так Что ты знаешь только Что Когда-нибудь Тебе придется уехать Из моей страны Но никто не знает Когда Поэтому Живи Живи правильно Живи хорошо И Люби такого же Пришельца Как ты Значит И человек Который это осознает Что он пришелец Все пришельцы Когда-нибудь Все придется уехать Из этого мира Такой человек Он Значит Как он будет Относиться К царю Который дал ему все Конечно Он будет любить царя И он будет делать Все что царь ему Сказал делать Потому что он Находится в гостях Он пришелец Ему когда-то придется Уйти из этого мира В мир Который еще больше Дворец царя И как он в этом дворце Себя вел От этого зависит Как он будет Уже в дворце Следующем Если интересно У царя Давида Тоже есть молитва В которой Он говорил так Что Одну вещь Он говорит Просил его Бога Все дни жизни Своей Это Царь Давид Псалмах Не помнит Какого псалмах Он говорил так Он говорит Одну вещь Просил я у Бога Ио Я Эвакеш Это Ио Буду просить Вот Бевакеша Это пожалуйста То есть Я буду все время Просить у Бога Одну вещь Шефтибе Сидеть в доме Бога Все дни жизни моей Наблюдать приятность Бога И проведывать Гулять в его дворце То есть Автор этой книги Наверное взял Как раз Из этого отрывка Он взял Вот эту вот Идею Что Если я воспринимаю Этот мир Как дворец царя Если я воспринимаю себя Как пришельца Гостя Как Мушарабену Про себя говорил Когда у него родились сыновья Он первого сына назвал Как Он первого сына назвал Гершон А второго назвал Элиэзер И в Торе написано Почему он первого сына Сына назвал Гершон Он сказал Потому что пришелец Я в этой земле И он себя чувствовал Сидимым пришельцем Не только там Где он был в тот момент А в принципе Он себя чувствовал В этом мире Пришельцем Который Душа Которая в этой Ходит Вертикальной луже В теле Таком вот Которая Ну Тело обезьянки Такое Развитая Да Только без шерсти И А душа Это вообще Это часть Всевышнего И Мошер Рабейда Себя больше Моисей Ощущал себя душой Он был больше там Чем здесь И Значит Царь Давид Он тоже хотел Он просил этого у Бога Чтобы Находиться все время В доме Бога То есть Даже когда ты находишься Там работаешь Кушаешь Спишь То в этот момент Ты все равно Ощущаешь Что ты в домике Да Что ты в доме у Бога Лихазот Но Амашем У Бога Есть разные проявления Но именно Видеть Все время Приятность Бога В любом проявлении Всевышнего Наблюдать Его приятность Потому что Бог добрый И даже если нам кажется Что что-то выглядит Как недоброе То это только потому Что мы смотрим Нестого ракурса Все что Бог делает В этом мире В материальном Это все для добра Просто этот мир Это один из слоев Да Которые В этом слое Когда человек Например Там я не знаю Делает Кто-то Пластическую операцию Режет Вот так Вспухая Там Эти женщины Которые там Носы Корректируют Потом Выходит В гипсе Такая вообще С синяками Кривая Кто-то смотрит Думает Вот врач Садист Это да Вообще Как женщина Проходит Проходит Время Оп У нее Там Какой-то Нос Другой Формы Да Но она Тоже Эта Женщина Я Когда-то Читал Иго А эта Книга Значит Не помню Но это Было Еще Он Это Человек Жил 50-е Годы Это Было До Хаза Сильва До Джо Диспензе До То есть Он Первый Начал Говорить О том Что Мысль Влияет На Даже На Тело На Биологию Человека Он Был Первый В Этой Теме И Он Ну Один Из Первых И Он Работал Пластическим Хирургом И Он Обратил Такую Вещь Что Человек Который Шел К нему На Пластическую Операцию Если Он Продолжал Воспринимать Себя Как Некрасивого То У него И Тело Становилось Некрасивым Но Если Он Благодаря Операции Начинал Считать Себя Красивым То У него И Тело Становилось Красивым То Все Зависело От Восприятия И Поэтому Тот До Операции Считает Себя Красивым То Он Красивый Он Ведет Себя Красивый От Него Вайп Приятный Инерия Приятная Человек Который Себя Видит Что Он Красивый Он Красивый Человек Который Видит Себя Некрасивым Что он на себя не оденет, он все время выглядит как некрасивый И это то же самое по отношению к миру Человек, который благодарный Он видит приятность Бога во всем И он как бы ходит по его дворцу То есть весь этот мир это дворец Бога И об этом нужно помнить, что мы здесь гости Теперь все, заканчивает он эту главу Давайте сегодня ее закончим Или сегодня мы ее не закончим Одна страничка осталась, но фантастическая такая Давайте, ладно, я на завтра отложу Мы закончили говорить о 30 вещах И вот я с этого момента завтра мы продолжим Потому что концовка главы просто фантастическая То есть это глава про запоминания И он говорит, что это самое главное Потому что не было бы памяти, не было бы ничего Я вчера брал интервью у Алексея Бессонова Который как раз мы его продюсируем Это лучший вообще тренер на русском языке По развитию памяти У него есть программа, называется Фитнес для мозга Которая в десятки раз улучшает возможности памяти Для всех друзей в Айкра Партнеров, спонсоров в Айкра Всех, кто посещает уродь в Айкра И хотя бы доллар инвестировали в то, чтобы свет Торы распространялся Для всех есть 60% ститка на все его программы Уже это в боте Тора Трон автоматизировано И я вам очень рекомендую У него есть 30-дневная программа Для вас 60% ститка, которая в десятки раз увеличивает возможности Ваши возможности управления своей памятью То есть вы сможете тогда все это запоминать Вы сможете изучить Тору, новый язык У него есть программа, те кто хотят именно язык учить Полиглот, тоже 30-дневная программа Он знает 6 языков бессонов То есть если вам нужно учить язык, то лучше полиглот Если в принципе вы хотите управлять своим интеллектом Это фитнес для мозга И значит Он здесь пишет Вот прям конкретно Что память это самое главное И если есть память Тогда ты можешь запомнить всю Тору Ты можешь полностью изменить свою жизнь Все, друзья, удачи, успехов Завтра продолжаем И с Божьей помощью, чтобы мы запомнили Хотя бы то, что есть Бог, хозяин мира Он управляет всем миром И все, что у нас есть, это его подарки И надо его благодарить Это самое главное И с Божьей помощью потом на это накладывается все остальное Все, вам тоже спасибо огромное Потому что, чтобы благодарить Бога, нужно благодарить людей Нужно видеть хорошее Нужно видеть полуполные стаканы Поэтому спасибо вам огромное Спасибо за вашу помощь Спасибо Всевышнему И что Всевышний и дальше продолжал делать каждому из нас Очень много добра И все, что нужно, чтобы он восполнил Тем людям, которые умеют благодарить Все, всем удачи, успехов До завтра